Привет всем! В этом видео мы поговорим о том, что делать, если вы столкнулись с сообщением о блокировке компьютера МВД, ФСБ, СБУ или другими органами. Некоторые пользователи интернет, посещающие сомнительные сайты, сталкиваются с проблемой, в результате которой видят вот такую надпись. Ваш компьютер заблокирован МВД или ФСБ России, Украины, Беларуси за просмотр, копирование и распространение материалов, содержащих элементы, распространение которых запрещено законодательством. Для разблокировки компьютера пользователю, как правило, требуется оплатить наложенный на него административный штраф. Не стоит паниковать и ни в коем случае нельзя платить штраф. Ведь эта надпись всего-навсего действия вирусовымогателя. Уполномоченные органы никак не причастны к этому. Имейте в виду, надпись может отличаться, как и способы оплаты. В некоторых случаях штраф необходимо оплачивать путем перевода денег на номер МТС или Билайн. Возможно даже на кошелек Вебмани. Да и фигурирующий исполнительный орган также может быть другой. Забегая наперед, скажем, что подобная проблема возникает и на смартфонах и планшетах на Android. Но об этом в другом видео. Если вы видите надпись «Ваш компьютер заблокирован МВД в браузере», то причиной этому часто бывает даже не вирус, а просто скрипт на сайте, вызывающий баннер. Его разблокировать очень просто. Для этого откройте диспетчер задач. Завершите процессы, вызванные браузером. Снова запустите браузер. Если он предложит восстановить некорректно закрытые страницы, не восстанавливайте их. Если и после этого снова откроется окно того сайта, при посещении которого и вылезла надпись «Ваш компьютер заблокирован МВД», для быстрого закрытия вкладок можно использовать горячие клавиши «Ctrl» плюс «W». Если вдруг вы не успеваете закрыть сайт при повторном запуске браузера, то предварительно следует отключиться от сети интернет. Обязательно нужно очистить кэш браузера. Сделать это можно, нажав комбинацию клавиш «Ctrl» плюс «H». Также зайдите в настройки браузера и измените стартовую страницу. Может быть, что данные действия вам не помогут. В таком случае сделайте сброс настроек браузера. Если описанный способ не принес нужного результата, или вы видите надпись «Ваш компьютер заблокирован МВД» на этапе выбора пользователя Windows, при этом саму систему Windows к рабочему столу вас не пускает, то следует разблокировать его таким способом. Войдите в среду восстановления системы, в случае с Windows 8 или 10. Или перезагрузите компьютер в безопасном режиме в случае с Windows 7. О том, как загрузить среду восстановления Windows, смотрите на нашем канале. Ссылка на видеоинструкцию в описании. Далее нужно сделать восстановление системы. Так как на моем компьютере установлено Windows 10, то дальнейшие действия я покажу именно на десятке. На семерке порядок действий будет другим, но суть та же. Для этого в среде восстановления переходим в поиск и устранение неисправностей. Дополнительные параметры. Восстановление системы. С помощью встроенного мастера восстановления системы, выберите дату ранней точки восстановления, при которой вы точно помните, что компьютер работал нормально. Детально о том, как восстановить систему с помощью точки восстановления, смотрите в нашем видео, ссылка на которое в описании. Если вдруг по каким-либо причинам сделать восстановление системы не получилось, или же проблема с надписью «Ваш компьютер заблокирован МВД» не решилась, то запустите компьютер в безопасном режиме. Обратите внимание, нужно выбрать безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов, так как интернет понадобится. Все способы загрузки Windows в безопасном режиме смотрите в одном из роликов нашего канала. Ссылка будет в описании. Скачайте и установите антивирусную программу. Рейтинг лучших бесплатных антивирусов с ссылками на них рассмотрен в соответствующем видеоролике на нашем канале. Ссылку на него вы найдете в описании. Сделайте полную проверку всего ПК и удалите вирусы. После этого осуществите очистку планировщика заданий Windows от вирусов. Очистите автозагрузку системы от запуска вредоносных процессов, а также Ваш браузер от рекламных модулей. Это достаточно длительный процесс, поэтому останавливаться на нем я не буду. Детальную инструкцию о том, как сделать это, можно посмотреть в нашем ролике, как удалить вирусы и рекламу в браузерах Chrome, Firefox, Opera, Yandex, Edge и Explorer. Ссылка в описании. Этот комплекс мер поможет удалить вирус-вымогатель, Ваш компьютер заблокирован МВД. Если все же ничего не помогает, то иногда, в особенно сложных случаях, может понадобиться сделать сброс системы или осуществить ее чистую установку. Эти вопросы мы уже также детально рассматривали на нашем канале. Ссылки на ролики будут в описании. После того, как Вы успешно избавились от вредителя, помогите избежать этой ошибки другим. Можно сообщить поисковым системам о том, что этот сайт вредоносный. Сообщить Google о вредоносном сайте можно по адресу www.google.com.safebrowsing.report.bedware Поисковую систему Яндекс можно оповестить о вредоносном сайте по адресу www.yandex.ru, support, webmaster, troubleshooting, dellspam Ссылки на данные страницы будут в описании. На этом все. Если Вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Удачи!